Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. 29 лет стоит ли задумываться об отделении от мамы и начало романтических отношений, если нет никакого опыта, а если не понимание этой стороны жизни? Так случилось, что у меня никогда не было отношений. Вопрос философский, стоит ли что-то менять и надеяться на появление какой-то привязанности. Глядя на бары, на семьи, я категорически не понимаю того, как люди могут быть вместе. Что такое любовь? Неудели они не понимают, что их рано или поздно придадут, будут изменять и унижать? Почему именно так? Откуда такая позиция? Откуда негатив? С детства отлично училась, сейчас писали в своей области, работают научной степенью, имбровер, но работа связана с людьми и очень нравится, хоть и требует очень много сил и времени. И в последнее время я стала думать о том, что вот я умру, некому отдать наследство, память обо мне пропадет. Какую-то семейную жизнь строит боюсь, мне кажется, она состоит из постоянных конфликтов, измены, необходимости, во всем нравится мужчине и его родными, череды, никчемных компромиссов. Опять же, откуда столько негатива здесь? То есть, ну да, компромиссы нужны, но компромиссы работают хорошо, когда люди хотят компромиссов, когда это делается из выбора, из желания, откуда столько негатива. Уход за детьми и вовсе ставят на жизни крест. Но опять же, откуда такие мысли? Всю жизнь с мамой папа умер в мои семь лет. С мамой отношения прекрасные, всегда вместе. Мама, конечно, хочет внуков, я нет. Возможно, на это повлияло, что я девять лет ухаживала за двумя тяжелобольными бабочками. В школе, в институте никаких романтических отношений не было, никому не нравилось. Ну, а себе-то себе сами вы и нравитесь. Долгое время была объектом насмешек некоторых учителей и однокладников. Суть по всему, вас это травмировало, вы перенесли ржопот на все отношения с Мышимом. После тоже не было ни малейшего признака интереса странным мужчин, даже за руку не держалось. А вы-то интерес проявляли сами? Мне кажется, вы ждете, что мужчины к вам будут проявлять интерес. Би мужчин заметили лет 25, когда оказалось, что все знакомые в парах, я не понимаю этой страны жизни, для меня всегда был долг перед родными и работа. Ну, мне кажется, что долг это плохая история, потому что долг это не справа, не свободу. По большому счету, говоря о кресте, как бы на своей жизни, вы, по сути, уже, как бы, крест на себя надели. Сейчас понимаю, что пригласи меня кто-то на свидание. Опять же, пригласи меня, а вы-то сами, как бы, готовы кого-то пригласить. Вот, власть очень пассивная позиция. Не смогу допустить никакого сближения. Например, мысль о пацелуи вызывает у меня стыд и уже желание прекратить отношения. Ну, проблемы с личными границами здесь. Так часто бывает, когда человек очень сильно привязан к своим близким. Вот, вы этим, как бы, себе не доверяете и себя не чувствуете. Конечно, мужчины мне никогда не нравились, откуда вы знаете. Судя по всему, вы, как бы, выглядите очень закрытым человеком. Да и не обжают с ними мне деловую обстановку. Стоит ли что-то менять, я боюсь отношений, мама торопит. Ну, опять же, это вам решать. Если хотите меняться, поможем. Вот, но придется меняться. Как вам уже сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, да, не для мамы, а для себя. Вот, в целом, что я бы сказал, в целом. Ну, у вас явно остался болезненный опыт, я бы так сказал. Болезненный опыт об взаимодействии с, ну, в школе, вот. В следствии, как мне кажется, не особо активной жизни вашей социальной. Вот, этот опыт у вас закрепился, родив, ну, массу негативных установок. Вот, в частности, откуда эти мысли про унижение, предательство и измены. Вот, это проекция ваших собственных страхов, которые являются следствием, ну, как бы, собственного обесценивания. Вот, обесценивание, опять же, вытекает из-за тотальной такой невнимательности к себе, которая, в общем-то, ну, проистекает из-за того, что вы, вот, нацелены на долг и на работу. Вот. Такая вот история. Плюс, идея наследства и памяти, эта идея интроэцирована вашими родными, судя по всему, вот, поскольку вы с ними близки, в частности, близки с мамой, то, естественно, ее идеи и взгляды, и какие-то позиции вас заражат. Я бы сказал, что, я бы сказал, что сепарироваться от мамы в любом случае нужно, вне зависимости от того, хотите ли вы отношения или нет. Что касается отношений, то я бы назвал в качестве проблематики выделение этих самых отношений в отдельную категорию. То есть отношения не, они не представляют собой что-то такое обособленное. Отношения, они представляют собой, как бы, следствие развития взаимодействия между людей, выстраивающиеся на интересах. Вы же, романтические отношения, судя по всему, идеализируйте здесь. Это большая проблема, потому что идеализация, ну, она, в общем и целом, ни к чему, как бы, хорошему, да, не приводит. Никогда, ну, никогда, никогда, ни к чему хорошему, не приводит от слова, совсем, вот. Поэтому, тут вам нужно, конечно, тоже от этого отходить. Вот, и больше переходить к, именно, интересам, да. То есть, вот, ну, просто какие интересы у меня, да, помимо работы, может быть, и связанные с работой и так далее. Следующий важный момент, это ваша модель женского поведения. Вот. Как бы, проблема, конечно, заключается в том, ну, на мой скромный взгляд, проблема заключается в том, что у вас не было отца, да, то есть, семи лет, как бы, его нет. И, естественно, ну, откуда вам, вот, заботиться о том, да, какая у вас модель женского поведения, потому что девочка, она учится быть, собственно, женщиной именно в первую, в первую очередь, с отцом. Вот. Дальше, собственно, откуда страх в этом смысле у вас поцелуй? То есть, чего такого страшного? И, откуда эта идея про измены, негатив и так далее? Такое ощущение, что вы достаточно много агрессии в себе подавляете, злости какой-то. Вот, в частности, в частности, долг. Вот. О котором вы говорите, долг, вот это ощущение долга. Это очень похоже на историю про подавленную агрессию. Ну, вот, к моему большому, к моему большому сожалению. Можно ли это решить? Да, решить это можно, безусловно, нужно, но придется признать, что отношения с вашей мамой у вас не такие прекрасные. Потому что, то, что вы, то, что вы, в 29 лет все еще находитесь с мамой говорить о том, что ваша мама вас к себе привязала. И, несмотря на разговоры о внуках, да, причем, обратите внимание, обратите внимание, дети нужны. То есть, это долг, опять, про долг. Не про, как бы, мое желание взаимодействовать с людьми, а про долг. Не факт, что из отношений любых вырастут романтические отношения, а из них дети. Не факт. По-разному бывает. Но у вас цель именно, вот, дети. И семья. То есть, опять же, возможно, вы слишком сильно центрируетесь на семье. Возможно, вы идеализируете свою семью. Поэтому, для начала я бы, я бы не ставил цель именно построения романтических отношений. Я бы ставил цель введения мужчин в ваше окружение, введения неформального общения как можно больше. А там, мне кажется, уже само собой все образуется. Вот. Это, по крайней мере, то, что мне кажется наиболее вероятным и реальным. Вот. Вот, пожалуй, так. То есть, обратите внимание, да, на... Первое, прям, что бросает в голове, это ваша очень негативная установка по поводу того, что будут изменять, унижать и так далее. Ну, как бы... Откуда? Откуда такие мысли? Если того, что вас в школе унижали, и у вас такой опыт с мужчинами, из-за того, что вы папу идеализируете, идеализируете, помню, как он к вам относился и... и... как бы... сравнивая мужчин всех с отцом, и... как бы... требуя отца. Ну, требуя внутренне, я имею в виду. Вот. Совершенно очевидно, что... вы такой вот... ну, видимо... всегда были таким, знаете, удобным ребёнком, да, и... как бы, ваш интеллект... вот, он развит очень сильно был в детстве. Вот. Вы очень взрослым ребёнком были. Вот. Это большая проблема, потому что... такой человек, вот, как вы, суперответственный, супервзрослый, э... типа, трезво... смотрящий на мир, на вещи, на людей. Вот. Он, на самом-то деле, в глубине души остается ребёнком, и ищет того, с кем ему быть ребёнком. Вот. Вам, ну, вот, знаете, как... в какой-то, э... э... степени повезло, э... э... что... э... э... вы не встретили... э... э... такого мужчину, э... который, вот, э... вызвал бы у вас эту... э... 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 блядь, изменять, она не взялась ниоткуда, это следствие вашего отношения к себе, как я уже сказал, вот, и соответственно эту мысль вы бы транслировали мужчине, и мужчина бы начал действительно вести себя по отношению к вам именно так, и вы бы получили подтверждение о своих теориях, кстати, сейчас вы, если вступите в отношения, вы или будете в очень сильной зависимости, или будете просто искать подтверждение о своей позиции, что, собственно, и произойдет. Вот, самозабывающееся пророчество, есть такой термин, феномен, рекомендую вам его изучить, в интернете он есть. Вот, так что, с вашим внутренним ребенком нужно работать, как мне кажется, и учить вас даже не отношения строить, и даже не общаться, а просто, вот, быть собой, потому что такое ощущение, что стоите вы исключительно из долга. Вот, ну, на такой истории действительно построить отношения с лодей. Вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!